40 лет работы, 3,5 миллиона кубометров мусора. Полигон часцы закрыли в 2014 году. В 2020 здесь снова появилась техника, началась рекультивация. За ее процессом пристально следят специалисты, чиновники и жители. Активно продолжаются работы по формированию тела. Выполнено уже больше 60% формирования всего свалочного тела. Сейчас выполняются работы по устройству дренажной системы, фильтрата. Завершаются работы по устройству основания подпорной стенки. С понедельника специалисты приступят к обустройству наземной части подпорной стенки по периметру полигона. В зоне особого внимания из-за большого количества талых вод вывоз фильтрата. Жителей и общественников волнует вопрос, куда сливают загрязненные стоки. Мы всегда гимподрядчикам, когда работают, даем указания, чтобы они эти вопросы снимали. Ну, собственно, мы его сажаем вместе с этой бочкой с фильтратом. Вот до того места, где его утилизируют, готовы проехать и показать, как это происходит. За состоянием воздуха следят с помощью специальных датчиков. Легкий запах, говорят специалисты, не показатель сильной загрязненности. Запах, который сейчас на полигоне, он говорит лишь о том, что идет работа по перемещению свалочных масс. И тот запах, который присутствует, я думаю, гимподрядчик меня поддержит, он говорит о том, что полигон достаточно хорошо эксплуатировался в годы своего существования до закрытия. Рекультивация полигона в частцах идет по графику. Отставаний нет. Более того, есть все возможности для того, чтобы завершить работы раньше срока. Мы довольны и тем, как исполняется графиком, и качеством работ. И вышли даже с предложением подписать дорожную карту с подрядной организацией о сокращении сроков работ по данному муниципальному контракту. Сейчас на объекте работают 50 единиц техники, столько же водителей механизаторов и 14 рабочих. По плану, бывший мусорный полигон должен окончательно преобразиться в декабре 2022 года. Предполагаем здесь сделать такой мини-горнолыжный курорт, центр притяжения для спорта, для детских школ спортивных, для любительских соревнований. Рекультивацию полигона в частцах проводят максимально открыто. За ее ходом можно наблюдать в онлайн-режиме. Круглосуточно работают три видеокамеры. Активисты просят добавить к этому возможность следить за состоянием воздуха. Уже совсем скоро и она появится. Данные с датчиков будут публиковать на сайте администрации округа.